Кировский рубеж в Апатитах. Традиционно открытые соревнования курсантов военно-патриотических объединений и клубов Мурманской области. Организаторы посвятили 27-й годовщине вывода войск из Афганистана. Местом встречи стала Апатитская техническая школа ДСААФ России. Я торжественно отзываю, мероприятие построено. Доклад руководитель военно-патриотического объединения присал. Доклад принят. Вольно. Вольно. Далее. Воп. Вот уже третий год на Кировский рубеж приезжают курсанты-патриоты из Апатитов, Кировска, Мурманска, Оленьгорска и Кавдора. В феврале за звание сильнейшей боролись 19 команд. Соревнования традиционно прошли при поддержке автономной некоммерческой организации «Дрост Хибины». На данном мероприятии у нас традиционно присутствуют все возрастные категории. Это и младшая возрастная категория, это наши знаменитые боевые гномы «Дрост». Состав уже у нас от боевых гномов «Дрост» развился больше 50 человек. Это и кристалловцы, уже основные кристалловцы. И, естественно, представители клуба «Лидер». Значит, мероприятия традиционно у нас открытые, все мероприятия. И любой желающий. Вот сегодня заявились и четвертая школа. И, значит, это город Апатит, Полярный, Волки, клуб заявились. Приехали гости к нам. Каждой команде пришлось проявить максимум знаний, навыков и сноровки. Соревнования проходили в четыре этапа. Ребята отвечали на заковыристые вопросы интеллектуального тура. Нужно было хорошо разбираться в памятных датах, воинских званиях, орденах и медалях Великой Отечественной войны. И событиях Афганской войны. На скорость разбирали-собирали автоматы и пистолеты. С соблюдением всех правил техники безопасности поражали мишени из пневматического оружия и арбалетов. Особенно по душе он пришел со самым младшим участникам, ребятам 7 и 8 лет. Арбалеты из калашникова. Из автомата. Мне очень понравилось. Еще лучше с пистолета и винтовки стрелять. Во время соревнований нужно было отточить и навыки оказания первой медицинской помощи. Это дело нужное даже в повседневной жизни. У нас были ситуации в походе, в экспедиции, когда приходилось накладывать шину человеку, когда проблемы были с ногой. Ну, были, да, случаи не единичные. Несмотря на то, что стать лучшей из лучших могли только три команды, все участники могли считать себя победителями. Ведь главная ценность подобных соревнований – единство духа, общение и приобретение новых друзей. Тем не менее, после подведения итогов первые места распределились следующим образом. Продолжение следует...